Самая сложная история это история Украины. У ней две истории. Одна история своя, а другая под гнетом именно инши. Литвы, Польши, России и так далее и тому подобное. Ну что ж мы сделаем, так оно получилось. Все зараз кричат на Богдана Хмельницкого, зрадник. Богдан Хмельницкий це перша людина, яка держава творец Украину. И завдячуючи Богдану Хмельницкому Украина є. Сегодня здесь в библиотеке собирается народ, наш народ, ферказский народ, на второй семестр народного университета. Народный университет в общем-то образовался при таком простом понимании. Народ пришел, а из университета люди читают лекции, проводят занятия. В этом семестре у нас, первое, история Украины, затем психология, пожаробезопасность, энергосбережение, которое тоже надо сегодняшним людям знать, как и где можно экономить электрическую энергию. Поверь пойдет о счетчике двойного тарифа, который сегодня предлагается, и мы этим тоже будем заниматься. Мы волонтеры, все преподаватели, которые приходят сюда на занятия, являются волонтерами, они общественники, и вот с этими общественниками мы работаем. Наша мета, как бы, по-новому поглянуть на ті надбаня, які наши есть життєвые, на нашу историю, оценить его по-новому, признать, что это воно наше, да? Уже назад не вернусь, как историк сказал, да? И от той снит, який мы нажали, как-то подвязать его. Это уже другий семестр, я отведаю цей народный университет, начало того, как было в том году. Навчание, скажемо так, это мое хобби. Это, по-перше. По-друге, всегда человек, что-то дизнается новое, что-то мёркует, что-то мёркует, что-то мёркует. Это другая, да? И третья, я вам скажу, что мне бы очень хотелось, чтобы мои внуки так же все життя учились и получили от этого удовольствие. Поэтому, ну, хай будет это для них прикладом.